Сан Саныч, у меня два вопроса. Я смотрю обычно в сеансах все-таки гроссмейстер, ну тот сеансер, у него нет контроля времени, а здесь я смотрю, они играют, какой контроль времени у гроссмейстера? Такой же, как и у всех участников, равный. Полтора часа плюс 30 секунд на ход. То есть он может переходить от одного участника к другому, где ему сделали ход, там он... Ну его дело, он может переходить, может за одной партией, как вот некоторые делали, смотрит, ему нужно подольше подумать, он ее пока оставил и играет другие позиции, там идет его время. А, даже вот так вот, и при этом он рискует, он сидит здесь думает, а возможно ли такая, скажем, командная игра, когда они играют просто на его время? Ну, это маловероятно, поскольку тяжело, надо даже думать, как пока мы смотрим по времени. В основном сеансера запас времени всегда больше, чем участники. Участники думают больше. Ну, это понятно. А вообще, ты играл вообще вот в таких сеансах с контролем времени, что вот сеансы контроль времени? Ну, мы проводили, играть сам не играл, а проводить, проводили сеансы. Мне кажется, это очень тяжело, просто напрягает, как бы, вот ты тут, а там твое время тихает. В 2008 году, когда к нам приезжал в Белый Город Виктор Львович Корочной, он давал сеанс сбора на МГУ, на шести дотсках, так же с часами посадили. Там был состав тоже не слабый, ребят, но вот он их всех 6-0 сделал. Виктор Львович, великий человек, спасибо. Спасибо.